Тамара возвращалась домой с работы через парк. Сумки были тяжелыми, и она решила сесть на лавочку, чтобы немного отдохнуть. Вокруг было свежо, тихо и спокойно. По аллее шла десятилетняя девочка, ведя на поводки огромного кота с кисточками на ушах. Тамара заинтересовалась. Таких кошек она еще никогда не видела. «Это какая порода?» — спросила она у маленькой хозяйки кота. «Мейн-кун. Это редкая порода». Гордо ответила девочка и пошла дальше. Тамара задумалась еще больше. Вспомнились ей времена, когда ей приходилось иметь дело с дикими кошками. Воспоминания пришли незапланированно, хотя она старалась от них избавиться. Сейчас она счастлива в своем браке, и, несмотря на трудности, у нее все хорошо складывается. Но ее жизнь не всегда была такой безоблачной. Тамара была красивой уже с детства. Ярко-голубые глаза, длинные густые волосы, которые ее мама заплетала в тугие косы. Она родилась в полной семье. Родители очень любили свою единственную дочь. Родители девочки начинали свой бизнес, и из-за частых командировок ребенка воспитывала няня. Она была для маленькой Томы как вторая мама. Когда девочке исполнилось 7 лет, в ее жизни произошла трагедия. Родители отправились в другой город по делам и не вернулись. Они попали в аварию, но малышке повезло с няней. Женщина не дала забрать ребенка в детский дом и удочерила девочку, так как других близких родственников у нее не было. Иногда девочка спрашивала о своих родителях, но Вера Ивановна всегда отвечала. «Они на небесах, но всегда рядом и следят за тобой». С этими словами женщина обнимала свою дочку, стараясь утешить ее. Время шло, и к 18 годам Тома расцвела, стала еще краше и гордостью Веры Ивановны. Она училась на отлично и успешно окончила школу. Решив поступать в тот же университет, который когда-то закончили ее родители, Тамара была полна решимости. Архитектура и все, что с ней связано, всегда привлекали ее. Девушка старалась быть лучшей студенткой, ведь ее родители еще помнили в этом вузе, и она должна была стать их достойной продолжательницей. И все шло хорошо, пока в жизни Тамары не появился Данил. Вокруг нее было много парней и поклонников, но она не обращала на них внимания, будучи полностью поглощенной учебой. Данил был сыном богатого местного чиновника и привык получать все, что хочет. В этот раз его желание было Тамара. Однако она была не легкомысленной, а серьезной девушкой, которая не поддавалась на дорогие подарки, букеты и комплименты, которыми он пытался ее завоевать. В течение полугода Данил пытался добиться любви Тамары, но получал только отказы. Однако это лишь подстегивало его еще больше. Однажды он пригласил ее в загородный дом, утверждая, что его родители ждут их там. На самом деле никаких родителей там не было. Он уговорил ее расслабиться и выпить вина, и вскоре ее память стала туманной. Данил опоил ее и надругался над ней. Затем он вывез ее в лес, связал руки и ноги и выбросил из машины. Когда Тамара очнулась, она оказалась на чужой кровати в незнакомом доме. Она практически ничего не помнила, лишь то, что пила из бокала, который ей предложил Данил. Рядом с ней сидела большая пятнистая кошка с кисточками на ушах, словно охранявшая ее, проникая своими желтыми глазами в самую душу. «Где я?» Почти незаметным голосом спросила Тома, не зная, где она находится. Ее пробуждение было странным и тревожным, и в этот момент в комнату вошла пожилая женщина, держа в руках чашку с какой-то жидкостью. «Давай, Фимка, уступи место мне!» Сказала она, отгоняя ласку от кровати, где лежала Тома. «Попей!» «Не бойся, это лечебный отвар!» «Все плохое уже позади!» «Я помогу тебе выздороветь и забыть все!» «Фима привела тебя из леса!» Тома вкратце рассказала Таисии все, что помнила, и о чем уже сама догадалась. «Какой подонок!» Воскликнула женщина, хлопая руками. «Нужно написать на него заявление». Но Тома категорически отказалась. «А можно ли я поживу у вас? Я не хочу возвращаться в город. Я не хочу видеть никого. Просто нужно предупредить маму, где я нахожусь». «Нельзя так оставлять эту девушку. Безнаказанность порождает новое зло. Но, конечно, это твое дело. Я не могу заставить тебя наказать этого злодея. Живи у меня сколько хочешь, а с мамой я договорюсь. Не волнуйся». Тамара больше не вернулась в институт. Она провела еще полгода у своей спасительницы Таисии и ее рыси Фимки. Они стали хорошими подругами. Тамара часто гуляла по лесу, а Фимка всегда была рядом. Таисия знала, что девушка находится в безопасности. Со временем Тамара восстановила свои физические и душевные силы и решила покинуть своих новых друзей. В прощание она оставила Таисии свой номер телефона. По возвращении в город Тамара нашла работу и продолжила обучение заочно в другом вузе. Прошло некоторое время, и однажды вечером раздался звонок. Взволнованная Таисия сообщила, что Фимка наказала мужчину, который совершил надругательство над Тамарой. Оказалось, он сделал то же самое с другой девушкой и, вероятно, из-за безнаказанности потерял голову. Но на этот раз ему не повезло. В лесу он встретил Фимку, которая жестоко избила его. Даже если его вылечат, сомнительно, что он сможет когда-либо снова приблизиться к девушкам. Тамара проснулась от воспоминаний. Девочка с рысью уже давно скрылась, и женщина, подхватив сумки, поспешила домой к своей семье. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok